Продолжение следует... Такую публичную лекцию для меня было полной неожиданностью. Это первый мой такой опыт. И надо сказать, что тема для меня, о которой сегодня пойдет речь, является достаточно новой. И я не могу сказать, что все в этом вопросе для меня понятно. На сегодняшний день Церковь имеет уже большой опыт работы с молодежью. И мы сталкиваемся с некоторой парадоксальной ситуацией. С одной стороны, мы видим огромное количество усилий, которые прилагают родители, церковь к делу воспитания наших собственных детей в православной вере. Вот, наверное, за всю историю христианства никогда не было таких возможностей по религиозному воспитанию подрастающего поколения. Действуют различные молодежные клубы, воскресные школы, дети, церковь разрабатывает даже компьютерные игры православные для детей. То есть мы пытаемся действительно в каком-то смысле окружить наших детей религиозной тематикой. Но результат все равно является для нас в каком-то смысле неудовлетворительным. Мы, безусловно, видим, достаточно прийти в храм, и мы видим, что основная масса людей, присутствующих в храме, это вовсе не молодежь. То есть дети, либо это дети до 12-15 лет, которых просто привели родители. И очень мало действительно подростков уже после 15 лет, вот 15, 18, 20 лет, там просто наблюдается действительно какой-то такой огромный провал. И эта проблема не только для нас, священнослужителей, это проблема и для нас, скажем, родителей. Потому что, безусловно, и в семьях священнослужителей, и в семьях религиозных эта проблема стоит достаточно остро. То есть на каком-то этапе своей жизни дети иногда уходят из храма. Но это одна проблема, и эта проблема маленькая. Но очень часто они уходят из церкви как таковой. Это не значит, что они перестают верить в Бога, но они пытаются найти альтернативное христианству какие-то пути. Некоторые попадают в секты, некоторые уходят в буддизм, индуизм и так далее, и так далее. И мы постоянно сталкиваемся с этой проблемой. И, безусловно, у нас возникает вопрос, как этого избежать и что мы делаем неправильного. Повторюсь, что у меня нет каких-то однозначных ответов на эти вопросы. Но просто хотелось бы поделиться какими-то своими размышлениями. Конечно, отражающими опыт моей жизни. Первое, что мы с вами должны понимать, мы все-таки находимся не в раю. И мы находимся в ситуации, по учению церкви, в ситуации, когда мы отчуждены от Бога. Когда Бог не является для нас какой-то осязаемой, видимой для глаз реальностью. И до Бога человеку необходимо как-то дойти. И на самом деле, когда человек пытается дойти до Бога, перед ним открывается огромное количество путей. То есть это одна проблема. То есть мы живем не в идеальном мире. Это первое, это нужно понимать. Что это значит? Это значит, что, во-первых, мы сами не идеальные люди. Я думаю, что ни для кого не секрет, что семья является важнейшей ячейкой общества. Что именно в семье ребенок получает первый опыт хорошего и плохого. Но и здесь тоже мы видим проблему. Во-первых, мы сами родители. Мы далеко не всегда соответствуем христианскому идеалу. Да, мы ходим в храм, но в своей обыденной жизни, в своей семейной жизни мы часто бываем очень плохими христианами. Это одна проблема. Вторая проблема в том, что семьи часто являются неполными. То есть это тоже отражается на жизнь и на правильном воспитании ребенка. То есть бывает так, что семьи распадаются, дети переживают огромные трагедии в своей жизни. Кто-то из родителей может болеть каким-то недугом физическим, либо духовным недугом. Очень много семей, где кто-то в семье является, болеет алкоголизмом. И все это отражается на жизни и на воспитании ребенка. И здесь оказывается, что вот ячейка общества, семья, которая должна служить средой, где ребенок бы воспитывался в благоприятной атмосфере, оказывается, что мы этого сами обеспечить не можем. В этом наша немощь, слабость, в этом наша греховность. Да, и от этого мы никуда не уйдем. Мы пытаемся бороться с собой, но в любом случае все равно. Дети, которые воспитываются в семье, они прежде всего, и это важно понять, они получают не просто какие-то знания о том, что можно делать, а чего делать нельзя. Они формируются в определенной атмосфере, которую создаем мы. И это атмосфера, которую они впитывают бессознательно. Если это атмосфера тепла, уюта, взаимопонимания, любви, какой-то внутренней и внешней свободы тоже, когда родители делают то, о чем они говорят, когда их жизнь не расходится с их делами, то мы можем сказать, что это благоприятная среда. Но, к сожалению, часто бывает, что это не так. Но если мы обратимся к церкви, мы уйдем от семьи, то мы тоже заметим, что и там не все благополучно. Дело в том, что семья или ребенок, они приходят в конкретную христианскую общину, где не существует просто православных храмов, существуют православные общины, каждая из которых живет по своим каким-то принципам. В каждой христианской общине, куда бы мы ни попали, господствует свой какой-то едва уловимый духовный настрой. Есть свой дух. И вот часто, естественно, ребенок, он попадает в новую для себя среду, и очень часто именно там, в православной среде, к сожалению, он получает негативный опыт, который травмирует иногда его духовную жизнь. То есть бывает так, что родители, семья хорошая, родители хорошие, действительно все хорошо, но именно как-то не странно и не парадоксально, в церкви человек может получить, в том числе и общаясь со своими сверстниками, он может получить негативный опыт. То есть плоть и кровь наши, они никуда от нас не уходят. У нас сейчас есть огромный опыт организации, скажем, детских лагерей. Родители с удовольствием отправляют туда детей. Но вы должны понимать, что там дети, опять же, они пытаются построить, мы пытаемся построить жизнь по-своему, а они пытаются построить свою жизнь по-своему. И все эти проблемы, которые существуют вне церкви, там взаимоотношения половов и так далее, и так далее, они тут же отражаются на взаимоотношениях детей, опять же, в православном, казалось бы, пионерском лагере. И существует огромное количество примеров, когда не только дети, но даже и священнослужители, которые должны были бы служить примером и направлять их на правильный какой-то путь, дорогу, они показывают иногда очень плохой пример. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но чтобы быть честным, важно это показать и обнаружить. Почему так? Но опять же, потому что мы все грешные люди, потому что мы все проходим... То есть не бывает такой жизни, которая была бы прямо такой хорошей от начала и до смерти человека. Нет, на протяжении всей нашей христианской жизни мы испытываем колебания, сомнения, мы испытываем кризисы. Иногда эти кризисы очень-очень серьезные. И более того, скажу, что наоборот, если религиозная жизнь, она действительно является жизнью, то, безусловно, каждый христианин будет испытывать какой-то кризис. Вот я приведу пример из своей собственной жизни. Вот я был воспитан в католической среде, я был скрещен в католической церкви, и этот путь в мой православие был очень долгим. И там вот как раз это была среда, пронизанная верой, пронизанная религией. Но молитвы-то я читал на польском языке. И я помню, когда я пришел к православию, для меня было откровением. Вот смотрите, я там лет пять, даже больше, лет десять, наверное, читаю молитву «Отче наш», но я не понимал ее смысла. И для меня это было откровением, когда я вдруг понял, что когда я читаю «Отче наш», я говорю «Отец наш». То есть восприятие Бога как Отца для меня было каким-то новым религиозным опытом и откровением. То есть, понимаете, когда мы с вами пришли к Богу и пытаемся своих детей привести к Богу, мы должны понимать одну вещь. Мы-то с вами уже проделали какой-то путь, а они только наши дети, они только начинают этот путь. И все, что мы говорим с вами, мы говорим какие-то правильные вещи, они тоже должны пережить на своем личном религиозном опыте. Более того, бывает часто и так, что они сталкиваются действительно в семье, дети, с каким-то очень тонким, очень глубоким религиозным опытом, можно даже сказать, мистическим опытом. Но является ли эта встреча гарантией того, что наши дети обязательно останутся в церкви, а не останутся верующими или добрыми людьми? Не обязательно. Вот приведу пример из истории церкви. Это очень яркий пример. Пример связан с личностью одного из величайших мистиков православной церкви, преподобного Симеона Нового Богослова. С юношества он поступил в монастырь. У него был духовный наставник, Симеон Благоговейный. И вот под руководством этого духовного наставника он достиг очень высокой степени совершенства в духовной жизни, вплоть до того, что ему явился Бог в нетварном свете. Казалось бы, это максимально возможный в этой жизни религиозный опыт. И он описывает, и он говорит, что я испытал удивительную радость. Мир для меня превратился в ничто, он для меня померк. Но прошло какое-то время, и как бы Бог уходит, скрывается от человека. И преподобный Симеон, будучи юношей, с ним случается кризис. Он уходит из монастыря, он приходит в мир, он погружается в различные пороки, в том числе он впадает в блудные грехи. И он говорит, он описывает свое состояние. Когда я жил в миру, вот эти какое-то время, вот эти несколько лет, ну мы не знаем точно, сколько это продолжалось, отчуждение от Бога. Но вот когда я жил, он говорит, я забыл обо всем. Я забыл о всем том, о чем меня учили. Я забыл о том, что мне являлся Бог. То есть как бы я стал жить, как слепой и глухой человек, который наслаждался только чувственным. И чувственное ставил во главу своего угла. Вот это яркий пример. Да, он потом вернулся в монастырь. Потом его жизнь действительно, она поменялась. И он уже не отходил от Бога. Но такой период жизни он пережил. И вот на самом деле мы начали с того, что любой человек, если любой ребенок в своей жизни, он должен пройти определенный путь. Путь сомнений, колебаний, путь поисков какого-то своего пути, в том числе и жизненного, религиозного пути. На этом пути мы можем ему как-то помочь своим вниманием, пониманием, заботой. Но мы никак не можем для него заменить этот путь. То есть он должен пережить какие-то эмоции сам. Он должен пройти через какие-то сомнения сам. Есть другой пример. Есть пример, когда в семье все делали неправильно. Вот я читал об одной девочке, которую в храм приводили родители насильно. Более того, они просто насильно приводили. Они заставляли ее переписывать молитвы от руки и акафисты. Каждый день. И эта девочка, она настолько возненавидела церковь, что она, приходя на причастие, пыталась его выплюнуть, например. Да, ее заставляли, ее наказывали. И на каком-то этапе жизни, когда она повзрослела, она отошла от церкви. Но самое интересное другое, что эта девочка, она в конечном итоге вернулась в церковь, стала писать, стала церковным поэтом. Она сейчас, насколько я знаю, преподает в Свято-Тихоновском богословском институте. То есть, человек как бы вернулся. То есть, здесь пути Господь действительно неисповедимы. Мы можем делать все правильно. Я к тому, что... И ребенок все равно выберет какой-то свой путь. И мы с этим должны смириться. Это его путь. Мы можем скорбеть, переживать, молиться. Но не всегда мы в нашей власти изменить человека, изменить его выбор. А может быть, все наоборот. Может быть, вопреки всему тому, что мы делаем, вопреки всякой логике, какими-то непонятными для нас путями, человек может прийти опять к православию, к Богу. Но здесь есть еще одна проблема, которая может быть более известна для нас, для священнослужителей. То есть, есть дети, в особенности это касается семей священнослужителей, которые с детства, они как бы при храме. Они постоянно на богослужении, они приходят, они пономарят, например, если это мальчики. В общем, они постоянно при храме. И надо сказать, что у них ничего не происходит. То есть, у них нет каких-то особых сомнений, колебаний. То есть, они потом идут по стопам своих родителей, там мальчики становятся священнослужителями, деканами, священниками, либо просто пономают в храме. Но очень часто бывает так, что, казалось бы, все правильно и все хорошо. Но понимаете, в чем сложность христианства? Христианство – это живая встреча человека со Христом. И вот может быть ситуация, когда этот человек является священником, диаконом, таким угодом. Но по сути своей, он неверующий человек. По сути, у него отсутствует нищего, у него отсутствует какой-то религиозный опыт, какой-то глубокий религиозный опыт. Когда я учился в семинарии, я постоянно сталкивался с такими людьми. Я спрашивал, а почему вы пришли в семинарию? Для чего ты пришел? Как для чего? А чем я буду заниматься? Чем я буду деньги зарабатывать? То есть, человек пришел для того, чтобы просто как-то куда-то поступить, получить какой-то диплом и в конечном итоге может быть стать священником. Правда, все не всегда происходит. Более того, я вам скажу, что я знаю людей, которые приходили и поступали в семинарии, в том числе и в нашу Минскую духовную семинарию, и в Петербургскую духовную семинарию, которые были сатанистами. Вот они, казалось бы, почему человек это делает? То есть, здесь, в этом мире, все перемешано. Иногда нам кажется, что нам хочется, чтобы наша религиозная жизнь, она была, знаете, такой осязаемой. Вот человек ходит в храм, и мы спокойны. Человек исповедуется, и мы спокойны. Но на самом деле все намного сложнее. Душа и взаимоотношения живой души с Богом, они очень сложные. Они никогда не бывают простыми. И человек постоянно на своем жизненном пути, он то приходит к Богу, то отходит от Бога, он то встречает его, то уходит. Вот в аскетической литературе, кстати, есть очень интересная тема, и в западной, и в восточной, тема богооставленности. Когда человек все делает, как кажется ему правильно, молится, постится, трудится из последних сил, но Бог от него отходит. То есть он не чувствует Бога, он чувствует наоборот, в душе черствость, ожесточение. Иногда он чувствует даже то, что молитвы ему противны. И это испытывают, кстати, вот это испытывают очень многие великие подвижники. И в аскетической литературе они пишут, что действительно Господь иногда учит нас, что такое быть без Него. И вот эта богооставленность, как таковая, она свойственна людям с очень живой, тонко чувствующей, религиозной натурой, если можно так выразиться. И вот такой опыт богооставленности приходит на каком-то очень высоком, на высокой ступеньке духовной жизни, духовного развития. Но сам факт он есть. Помните, у преподобного Серафима Саровского он говорит о том, что в конце времен христиане испытают такую богооставленность, которую испытали ученики при кресте Спасителя, когда он был распят. То есть вот опыт богооставленности, он тоже бывает в нашей жизни, он тоже приходит в нашу жизнь. То есть видите, здесь все непросто, все сложно. И опять же, я не могу сказать, что есть какой-то рецепт, следуя которому можно наших детей удержать или привязать к храму. Наверное, этого и не стоит делать. Наверное, мы сами в каком-то смысле должны стать живыми людьми, должны в каком-то смысле иметь живой религиозный опыт, который можно будет передать какому-то другому человеку. И знаете, еще один момент. Очень часто бывает так, что в религиозной семье не дети становятся добрыми христианами, если можно так выразиться, а внуки. То есть когда уже мы и очень часто именно когда бабушки начинают воспитывать внуков, то есть они им и передают какой-то уже более тонкий свой глубокий религиозный опыт. То есть не в первом поколении, а в каком-то втором или даже может быть третьем поколении детей вера наша начинает приносить какие-то плоды. То есть это долгий процесс, это долгий путь. И мы все с вами ну Господь же знает, что мы не профессионалы в этом пути. Вот представьте себе, рождается ребенок в какой-то семье там 20 лет, там 25. Ну что мы знаем о жизни в этом возрасте? Что мы можем передать детям? Ну естественно мы передаем им то, что имеем. Передаем тот образ жизни, которым живем сами. И так далее, и так далее. То есть вот видите, эта проблема имеет проблема подростков в храме, она имеет множество аспектов. И я как-то вот мне нравится мысль одного священника, которого спросили, батюшка, но вот как же тогда их удержать? И он сказал, что может быть действительно их и не стоит удерживать. То есть удержать там можно, наверное, на каком-то этапе, но именно на каком-то этапе. А дальше может быть большая проблема. То есть важно, чтобы человек не просто приходил в храм, а чтобы человек почувствовал необходимость в этом, чтобы человек почувствовал необходимость молитвы для себя, глубину молитвы. Ведь, знаете, когда дети стоят в храме и переминаются с ноги на ногу, то я их понимаю. Почему? Потому что ведь наше богослужение, будем откровенны, для большинства нас с вами, оно непонятно. Непонятно даже для священнослужителей, потому что это византийская поэзия, иногда она богословски очень тонкая, плюс еще на церковно-славянском языке, который для нас, который мы на самом деле не понимаем, но который создает для нас иллюзию того, что мы что-то понимаем за богослужением. Представьте себе, если человек не понимает смысла того, что он слышит, для него это просто звук, просто слова. Я иногда в свое время просто приходил в нашем храме и спрашивал у прихожан, сегодня поют что-то, какие-то ирмассы, например, или канон читают. А как ты понимаешь, о чем здесь поют? Абсолютное большинство не может сказать, о чем здесь идет речь. То есть огромный пласт нашей молитвенной жизни проходит мимо нас, поэтому очень трудно требовать от детей, чтобы они стояли и все богослужение в ситуации, когда они ничего абсолютно не понимают за богослужением. Один священник знакомый мне сказал, что у него ребенок впервые отстоял богослужение наверное только в 18 или 19 лет. То есть полностью впервые отстоял. И иногда действительно с священником мама приходит у них 3-4 ребенка этим детям по 5-6 лет и они мучаются, они шумят, они бегают, а мама думает, что это проблема в ней. И это не в ней проблема. То есть нельзя с первой ступеньки перепрыгнуть на какую-то на третью или на пятую или на десятую ступенечку. Все должно быть в меру. И ко всему человек должен подходить постепенно. Сам быт, сама жизнь, домашний, в особенности быт, он должен быть пронизан добрым отношением людей друг с другом. Это самое главное. И все в этом смысле должно быть умеренным. Какие-то умеренные молитвы, должно быть какое-то общение друг с другом, понимание и так далее. Иначе говоря, сама семейная среда все-таки значительно более важна с моей точки зрения, чем даже храм. Потому что мы как относимся к храму? Почему нужно ребенка привезти в храм? Потому чтобы он там получил благодать. Вот он придет, поисповедуется, причастится. А в результате, знаете, как бывает, ребенок там только читал своим родителям говорить, вот когда я вырасту, я стану батюшкой и так вас заисповедую. То есть ребенок говорит, у него такое восприяние исповеди, и вот такое какое-то агрессивное, понятно, что это неправильное восприятие. И иногда очень часто приходят дети, мы им пишем какие-то грехи, да, мы их учим исповедоваться, но иногда дети не согласны с тем, что мы пишем, иногда дети вообще не чувствуют раскаяния в том, что они исповедуют, то есть огромный пласт их жизни работает впустую, они формальны подходят, да, и вот здесь нет какого-то живого осознания действительно греха. Участвовать и меня тоже так учили, мне учили, что Бог это как бы не отец, да, но почему для меня было непонятно молитву Отче наш, если ты будешь грешить, то Бог тебя накажет, вот ты например пойдешь, упадешь, сломаешь ногу и так далее, и так далее, и поэтому образ Бога, который был в моем сознании, он контрастировал с тем образом Бога, который для меня открылся во Христе со временем, да, то есть я слышал Священное Писание, Евангелие, его читали, для меня было откровением, когда однажды я открыл Священное Писание, мне подаренное просто, и оно до глубины души поразило меня, поразило Слово Живого Бога, да, как это произошло, я не понимаю, как это произошло, до этого я много раз слышал это Слово Божие, и я понимаю, что это очень, очень сложный путь, человек должен пережить, особенно ребенок, он должен пережить огромное количество эмоций, для того, чтобы он действительно пришел ко Христу, ну вот, вот такие мои рассуждения, да, если у кого-то есть какие-то свои тоже мысли или вопросы, тоже буду рад услышать, безусловно, тема огромная, и тут можно с разных сторон к ней подходить, да, но тут мы должны понимать, что вера и вообще христианство это сам по себе это сложный путь жизни, то есть на самом деле ведь если мы ну что такое верующий человек, понятно, что это не тот человек, который просто ходит в храм, это человек, который поступает по заповедям Христовым, и для того, чтобы заповеди Христовы для него были важны, он должен пережить опыт встречи со Христом, и вот этот опыт встречи со Христом, как Христос говорит, такие удивительные слова, если любите меня, говорит Христос, то заповеди мои соблюдете, то есть это какое-то личное отношение человека со Христом, вот иногда, к сожалению, бывает, знаете, как я тоже встречал среди моих знакомых, с которым я учился в семинарии, такой, знаете, религиозный кризис, когда люди, имея какой-то очень глубокий религиозный опыт, они отходили на каком-то этапе своей жизни от Христа, вот я вам приведу один пример, этот пример, который мне запомнился, он связан с Херхимандритом Сафронием Сахаровым, которого сейчас Константинопольская церковь канонизировала как преподобного, этот опыт связан с католиком одним, его звали Бальфу, очень интересная судьба у него, вот насколько пути жизни во Христе они непредсказуемы, Бальфу это был такой человек, который, я не помню как его звали, но смысл в том, что есть переписка у Серхимандрида Сафрония Сахарова с ним, так вот, Бальфу был очень глубоко верующим католиком, он принял монашество даже католическое, а затем он познакомился с преподобным старцем Силуаном Афонским, и преподобный Силуан Афонский вот этот образ, он как бы через этот образ он влюбился в православие, то есть лик православия для него он его воспринимал через образ преподобного Силуана Афонского, поскольку преподобный Силуан был необразован, то он поручил вот эту переписку и общение отцу с Афронией. И вот там эта очень интересная переписка, но в конечном итоге, чтобы не загружать вас, она привела к тому, что Бальфор решил принять православие. И вот здесь у него начались проблемы, потому что его принимал, если не ошибаюсь, митрополит Евлогий в Западной Европе, он переводил его в православие. Затем Бальфор решил приехать на Афон, а на Афоне монашество очень строгое. Они сказали, мы тебя не можем принять, потому что он его принимал через покаяние. Они сказали, мы тебя должны крестить. А тот был человеком таким искренним, и он не мог представить, что я как бы не крещеный человек, я же крещеный человек, пусть и католик. И, в общем, он столкнулся на Афоне с непониманием, и это непонимание стало причиной глубокого внутреннего переживания, которое в конечном итоге его... А, по-моему, он даже там стал священником, в православии уже стал священником, его приняли, или там в католичестве его приняли в сущем сане, но не суть важна. Он вернулся опять в католичество и через какое-то время вернулся опять в православие. И когда он вернулся в православие, он уже не служил там как священник, он стоял всегда в конце храма, там, где стоят обычно кающиеся. И вот там он в конечном итоге нашел свое православие. Вот видите, какой сложный и низвилистый путь человек проделал, сколько эмоций, сколько чувств. И вот представьте себе, что так происходит, наверное, по большому счету с каждым человеком. То есть мы сталкиваемся с огромным количеством каких-то моментов. Я к тому, что мы вот за Бальфура молились преподобный Силуан Афонский, отец Сафронии и многие афонские монахи, и причем молились от сердца со слезами. И в конечном итоге он пришел к православию. К ним был его долгий путь. А есть другие пути, есть другие проблемы. Вот я вам тоже приведу один такой пример, насколько все в религиозной жизни сложно. Был такой француз-католик Анри де Лесо. Он был миссионером в Индии. То есть в Индии католическая церковь занимает очень серьезные позиции в плане миссионерской деятельности. Но что такое Индия? Это Индия страна, где все пронизано верой и религией. Где даже зайти в дом просто невозможно, не исполнив какой-то религиозный обряд. Это очень большая проблема. Так вот, Анри де Лесо для того, чтобы познакомиться с Индией и чтобы проповедовать там Христа, поступил к одному индийскому учителю. И когда он к нему поступил, он пережил некий мистический опыт, отличный от христианского опыта. И после этого его жизнь сломалась. Во-первых, он как бы уже перестал быть католиком. И вот для него, у него есть переписка, для католической церкви тоже большая проблема, потому что один из таких действительно как бы провалом миссии. То есть, понимаете, в жизни бывают иногда... Ну, с одной стороны, у него был опыт Христа, и он говорил, что я не знаю, что делать со Христом. А с другой стороны, у него был опыт некого Бога, как, как бы сказать, сверхличностного абсолюта. И он тоже не знал, что делать, и как совместить один опыт, и как совместить другой опыт. Кстати, вот этот опыт переживал в свое время и отец Сафроний Сахаров, который, увлекшись вот этой индийской мистикой, тоже на какое-то время отошел от Христа. То есть, религиозная жизнь, на самом деле, это очень сложная вещь. И религиозная жизнь – это очень опасная вещь, которая действительно может человека... То есть, перед нами огромное количество путей, и очень страшно, трудно выбрать правильный путь. И мы знаем также, что выбрав правильный путь, можно впасть в то, что мы называем прелестью. Огромное количество, действительно, подвижников, которые имели опыт живого Бога, в конечном итоге впадали в прелесть, впадали в православие и так далее, и так далее. То есть, вот такова наша жизнь на Земле. В каком-то смысле, она действительно трагедия. И для чего я все это говорю? Для того, чтобы мы понимали, что все очень сложно, что даже тогда, когда мы молимся, наша молитва, она в каком-то смысле не нарушает какой-то фундаментальной составляющей личности другого человека, а именно того, что мы называем свободой. То есть, наша молитва, она как-то действует, но в жизни каждого отдельного человека, она может преломляться по-своему. Знаете, как свет он проходит через стеклышко, да, свет сам по себе, он как бы бесцветен, но если он проходит через красное стеклышко, он окрашивается в красный цвет. Так и наша молитва к Богу о человеке, она как-то взаимодействует с тайной личностью самого человека, с личностью самого человека, она как-то вот меняется, она меняет что-то в жизни человека, но как она его меняет, и куда в конечном итоге придет человек, это большая-большая тайна. И более того, куда в конечном итоге мы с вами придем, чем закончится наша жизнь. А ведь Господь говорит, в чем застану, в том и буду судить, да. В каком состоянии мы предстанем перед Богом, в таком состоянии мы, наверное, и будем пребывать в вечности, да. То есть, видите, как хочется вспоминать слова апостола Павла, тоже обращенные к нам, христианам. Смотрите, как вы опасно ходите, да. То есть, вот такова вы наша жизнь, которая проходит в поисках Бога, в поисках высшей истины, да. И мы, если наша душа живая, она не может миновать этих поисков. И часто бывает так, чем глубже человек, тоньше, религиознее, тем больше трудностей встречается на его пути. Действительно, подростки, особенно вот в этом возрасте, 14-15 лет, и вообще подростки, они не знают жизни, да. Они знают трудности жизни в каком-то смысле. И поэтому они пребывают в таком, знаете, идеалистическом состоянии. То есть, они действительно подходят, вот, кстати, из молодежи, подростков, очень многие люди становятся революционерами, становятся, ну, такими, скажем, борцами за правду. Террористами среди них многие становились, да, потому что так они считали, что борются за правду. У них есть обостренное чувство справедливости, и они все воспринимают так, в общем, просто, что если, вот, сказан, скажем, не обманывай, да, ну, то, значит, никаких компромиссов быть не может, обманывать нельзя. И они с этой меркой очень высоко действительно подходят к нам. Здесь хочу сказать, что здесь нужно быть честным. То есть, нужно признавать то, что мы плохие христиане, да. То есть, я с этого ведь иначе, что мы действительно плохие христиане. И мы, как христиане, более того, я вам скажу, что, идя к Богу, мы идем, ну, как бы, в своем самосознании, как-то непарадоксально. Мы осознаем, что мы становимся не лучше, а мы становимся хуже и хуже. Помните, там в Патерике есть такое парадоксальное выражение, что тот, кто, скажем, как там, чем ближе к Богу, тем больше видение своих грехов, когда ты видишь свои грехи, как песок морской. А ведь это не просто видение такое, знаете, как, это мы там смиреннословие. Нет, этот человек, имеющий религиозный опыт, он действительно так и переживает, потому что, приближаясь к Богу, мы все больше и больше, острее и острее чувствуем, насколько мы от него далеки. То есть, можно понять, какова в нас тьма, только тогда, когда мы приближаемся к свету. Да, и это именно так и есть. И в этом, действительно, я и говорю, что в этом трагедии нашей жизни, что, да, мы не святые, мы не можем исправить иногда полностью свою жизнь, жизнь других людей. Более того, не только к вам такой вот вопрос, но это вопрос, который постоянно обращен к церкви. Ведь с каким, у Владимира Соловьева, русского философа, есть там три разговора об антихристе, ведь антихрист, с каким упреком приходит христианство за время своего существования, не сделало мир лучше. Войны, как они были, так и продолжаются. Христианство не накормило голодных, не освободило человечество от болезней, и поэтому его посылка, оно бесполезно. Я теперь сделаю то, чего не сделал Христос. Христос, ведь Христос, вы поймите, он не обещал рая на земле, и христианство в этом смысле, оно не предназначено для того, чтобы здесь на земле вдруг в какой-то момент наступило Царствие Небесное. Это вне наших человеческих усилий. Царствие Небесное, оно может прийти только тогда, когда этого, ну, какими-то тайными путями, и оно приходит тогда, когда приходит Бог, да, то есть не человеческими усилиями, но оно приходит в нашу жизнь. Да, и поэтому, безусловно, с детьми мы, ну, мы можем сказать, да, мы должны стараться быть лучше, но не всегда это у нас будет получаться, не всегда, и мы должны каяться, мы должны и, опять же, стараться, и в особенности с детьми мы должны быть честными, да. То есть, да, в этом, да, мы грешные, да, мы плохо соблюдаем заповеди Христова, да, мы не всегда являем пример христианской жизни, да, я постоянно в этом слышу, там, одной нашей приказанки, сын постоянно говорит, мама, почему ты трубку не снимаешь? Там тебе звонят, а звонит тётя, которая будет с мамой разговаривать два часа, да, и она не хочет с ней разговаривать, потому что, и она не берёт трубку, потому что, если они будут разговаривать, начнётся осуждение, начнётся ещё что-то, а сын говорит, мама, ты поступаешь. То есть, иногда дети, они тоже, они оценивая нашу жизнь с какой-то очень такой высокой планки, они тоже бывают в этом плане неправы, потому что, ну, они не знают ещё сложности жизни. Даже, казалось бы, вот возьмите любую заповедь, и вы поймёте, вот попытайтесь её исполнить, и вы поймёте, что это невероятно сложно, что жизнь, вот, вроде бы такая простая заповедь, можно или нельзя обманывать? А вы попробуйте никогда не обманывать, и вы увидите, что в жизни миллион случаев, когда нужно обмануть, да, ну, потому что по-другому, потому что иногда это единственная возможность, например, спасти жизнь человеку, исполнил ты заповедь или нарушил. То есть, мы иногда даём оценку и себе, другим людям, исходя из какой-то вот определённой планки, но эта планка, она может быть тоже и неправильной. То есть, с детьми, как мне кажется, здесь их нужно вводить вот в эту стихию жизни, показывать, что жизнь очень сложная штука, а для того, чтобы им это показать, нужно очень хорошо в этом смысле помогать, знаете, что вот литература, мировая литература, классическая литература. То есть, она показывает трагедию нашей жизни, она показывает сложность путей, которые предстают перед человеком. Она показывает, что человек нет на земле, никогда не будет такого человека, который бы прожил жизнь и не согрешил, не сделал никакой ошибки. Но и в этом плане, кроме как искреннего отношения с детьми, откровенного, я не вижу никакого другого пути. То есть, в любом случае, что бы вы ни делали, вы всегда делаете не только плохое, вы делаете и хорошее, что бы там дети ни говорили, но всегда и хорошее тоже. Я почему-то сказал, что атмосфера, которую мы создаем, она формирует их. Дети могут иногда, и меня часто дети тоже, они мне говорят о том, что вот ты, папа, там такой-сякой, ты там это неправильно делаешь. Но я вижу и другое. Я вижу, что какие-то вещи, которые я делаю, их задевают. Какие-то вещи становятся для них каким-то важным примером, чем-то еще. То есть, да, в разговоре они могут тебя там, особенно когда они в плохом настроении, выставить в плохом свете. Но параллельно с этим, поверьте, в душе у них есть и понимание, и восприятие, что родители у них есть и хорошее, не только плохое. А родителям нужно только где-то поддержать вот это доброе. То есть, вообще этого не нужно пугаться и не нужно пытаться никому, в том числе и детям, доказать, что мы хорошие. Не надо этого делать. Ну, вы знаете, честно говоря, это тоже для меня очень большая проблема, потому что контролировать тот информационный поток, который действительно воспринимают наши дети, ну, это невозможно. То есть, как бы мы ни пытались, мы не сможем его остановить. То есть, единственное, что здесь, понимаете, тут есть некоторая проблема в том, ну, во-первых, проблема в том, что современные дети, они мало читают. Да. И почему это проблема? Потому что чтение – это определенный труд. То есть, информацию, которую они воспринимают, они воспринимают пассивно. Когда огромное количество наших, ну, каких-то внутренних чувств не задействовано. Да, то есть, это неправильно. То есть, здесь, конечно, нужна вот эта большая задача нам с детства учить своих детей читать. Не могу сказать, что это возможно реализовать. Вот у меня двое детей. Если со старшим мне удавалось детство читать каждый день, то с младшим, например, мне этого не удалось сделать. Потому что мы что-то читаем, я пытаюсь заинтересовать. Он засыпает, в конечном итоге ему это неинтересно. То есть, перебрав большой объем литературы, я убедился, у него более такой, ну, практически склад ума. Для того, чтобы противостоять информационному потоку, необходимо как меньше в нем участвовать. Это единственное средство. А как участвовать меньше? Я считаю, что для детей очень важен, необходим и полезен физический труд. Как и для любого из нас. То есть, это могут быть не только различные кружки, но это могут быть какие-то... Вот хорошо, когда у людей есть возможность жить в частном доме, и когда у них есть время со своими детьми чем-то заниматься. Ну, потому что это естественно вообще для человека что-то делать или мастерить своими руками. То есть, вообще эта работа физическая, умеренная физическая работа, она на самом деле освобождает голову от ненужных переживаний, чувства информации. Поэтому психика человека, который живет не в городе, а где-то, а может быть за городом или в частном доме, где ему приходится выполнять какую-то элементарную работу, там снег почистил, что-то еще, она более здоровая. Но этого тоже недостаточно. И важно, ну, то есть, литература, чтение, то есть, положительная какая-то литература, физический труд, да, ну, а все остальное это уже, ну, как бы... Ну, а сейчас, кстати, есть достаточно много интересных программ, которые реализуются во многих школах Минска. Не знаю, как оно дальше пойдет, но детям на самом деле очень нравится. Сейчас есть такие короткометражные фильмы. Эти фильмы сняты на какую-то нравственную тему, сняты очень хорошо. И вот фильм, он длится 10-15 минут, 20 минут. И потом, скажем, преподаватель, скажем, на тему этого фильма тоже делает несколько такое сообщение, пятиминутное, да. И вот здесь так, это очень-очень сильная, мощная вещь, которая очень положительно действует на детей. То есть, и важно, когда это... То есть, дети погружаются в некоторую, пусть и виртуальную, но жизненную среду добрую, да. То есть, это тоже, то есть, мы как-то присутствуем в этом потоке информации. Другое дело, что, ну, как бы не всегда мы, конечно, можем... Ну, вернее, даже не можем мы его заменить, да. И здесь, здесь большие проблемы. Я вам честно скажу, что это, знаете, еще проблема. Вот сейчас мы еще только находимся в начале новой реальности, ну, которую, наверное, вот важно озвучить. И это реальность, которая связана именно с информацией, которую получают наши дети, а именно с переменой пола. Огромное количество... Сейчас примерно 25 миллионов официально зарегистрированных случаев смены пола. Опубликованы данные по США. Это уже десятки тысяч детей на сегодняшний день сменили пол. Потому что в какой-то момент своей жизни они испытали в том числе информационное влияние в школе, именно в школе. Да, то есть детей, именно в школе, вот эти первые мысли, причем родителям невозможно отказаться. То есть, вот представьте себе, что дома там я могу, например, там ограничить доступ к интернету в каком-то возрасте. Но представьте себе, что есть какие-то вещи, которые входят в состав школьной программы, которые оказывают влияние на ваших детей. И это страшная вещь, потому что порядка 40% детей, которые переменили пол, они об этом жалеют. Но обратно уже невозможно ничего поменять. И это внутренняя трагедия. Более того, я вам скажу, что такие операции делаются у нас в Белоруссии. Это сложно, но они делаются. Я вам более скажу, что я знаю таких людей, которые даже венчались в православных храмах, сменив пол. Священнослужители, естественно, никто об этом не говорит. То есть, уже сейчас де-факто есть эта ситуация. И она со временем, вероятно, в количеством отношений будет расти. Это то, как действительно мощный информационный поток влияет на нас и на наших детей. И более того, мы привыкаем к этому. Остановить этого невозможно. Но мы знаем, чем заканчивается человеческая история. Она заканчивается. Она заканчивается восстанием человека против Бога. Человек изгонит Бога из своей жизни. Мы это знаем. Мы не можем как-то остановить или изменить. Помните, святеля Игнатия Брянчанинова, который говорил, не покусись твоей немощной рукой остановить то, что невозможно остановить. Но в этой ситуации единственное, что мы можем делать какое-то добро, что-то о чем-то говорить, говорить публично. Пока есть такая возможность. И мы это стараемся делать. И я вам честно скажу, что на Западе, как ни странно, там очень много каналов христианских, которые переводятся оперативно на русский язык, которые очень полезны для подростков. Это лекции по этике. Замечательные. Крупнейших ученых. Которые, кстати, собирают огромное количество молодежи. Это различные христианские каналы, где все актуальные вопросы, связанные с нашей христианской верой, так или иначе обсуждаются. Различные дискуссии и так далее. Это огромное информационное поле. Оно есть и им важно тоже пользоваться. Есть отдельные авторы, которые... То есть вот надо знакомить с этим детей. Но полностью, конечно, мы... Повторюсь, с моей точки зрения, да. Мы в этом плане проигрываем. Мы просто не в состоянии как-то противостоять этому потоку. Действительно, это правда. Я вам скажу больше, что это не то, что неправильно. Это вот как раз пример того, ну, действительно, такой травмы, которая наносится в семье на такой религиозной почве. И это как раз самое страшное, наверное, что может произойти в религиозной семье, когда родители, они просто иногда ненавидят своих детей, потому что они не соответствуют их религиозным чаяниям. И, кстати, вот эта проблема, она, как-то ни странно, она не в православии сильна. Но она сильна, например, в протестантизме, в особенности в пятидесятничестве. Почему? Потому что там такая идея, что твоя вера, твое земное благополучие, то, как ты воспитываешь детей, они непосредственно друг с другом связаны. Иначе говоря, ты плохой христианин, если, например, твои дети не такие религиозные, как ты. И это очень часто вызывает не просто конфликты между родителями и детьми, это часто приводит к таким страшным ситуациям полного равнодушия, например, родителям в отношении к своим детям. Это приводит к тому, что их избивают и так далее, и так далее. Это есть и в православной среде, это есть и в католической среде, особенно такой. То есть это неправильно. Мне, знаете, очень нравятся греки. Греки, они в этом плане, у них есть свои, конечно, такие недостатки, но не буду говорить о недостатках, но они очень любят детей. И для них православие, христианство, это часть их культуры, часть их жизни. Для них это настолько естественно. И вот они, у них очень много, вот я постоянно видел, когда не мамы, а именно папы, они просто возятся с детьми постоянно. И это здорово. И вот мне кажется, что вот такой образ христианства, я даже читал одного атеиста, хищница, который в этом плане, его поразила, конечно, Греция, когда он вообще очень агрессивна, у него есть книга, называется «Бог не любовь», с критикой христианства, и иудаизма тоже. Но он, когда побывал в Греции, и вот он увидел вот эту вот православную среду, он сказал, да, я не говорю, что там все православные, там крестьяне плохие люди. И вот он как раз приводил этот пример какой-то любви, какой-то внутренней свободы, фраме, где действительно, фрам – это место, где люди, людям хорошо, где они собираются, да, вот у них же постоянно, ведь ты, вот богослужение закончилось, если это крестины, там приходят сотни людей, я присутствовал на крестинах, где было около тысячи человек у греков, где это просто огромный праздник, где все люди там собираются сначала в церковь, потом они, ну скажем, и это для детей праздник, да, то есть это вот, это часть их жизни неотделима, ничего, поэтому вот правильный, добрый быт, красиво устроенный, он очень целебен, полезен для, именно для души и для воспитания детской души, да, то есть вот, поэтому, да, то, что вы говорите, конечно, это беда, и это просто наш эгоизм, да, в конечном итоге, который приводит к страшным последствиям, это приводит к тому, что дети, они ничего не хотят слышать о религии, потому что религия для них ассоциируется с чем-то страхом, и они не хотят вокруг себя видеть религиозных людей, но опять же, мы не можем выйти из этого мира, да, знаете, я вспомнил, у нас была приказанка, я не могу сказать, что это плохая женщина, но ее жизнь была очень трагична, это я только потом узнал, вот, знаете, как человек вот ходит, он исповедуется, ходит всю жизнь в храм, а потом, знаете, с ним случилась беда, она вдруг пропала, оказалось, что она в своей квартире умерла, и она там сгнила, просто, она просто разложилась, труп, за все это время никто к ней не попытался как-то попасть, ну, там, звонили, что-то пытались, знаете, почему? а потому, что она настолько перессорилась со своими соседями, она даже изрубила топором дверь своих соседей, естественно, никто не хотел с ней общаться, и вот эта смерть, она была, она страшна, ты вроде как, ты знаешь человека, то есть, ты общаешься, видишь, но ты видишь, что вот это вот пребывание в церкви, пребывание, оно ничего не изменило, оно не принесло ничего хорошего, наверное, в жизни этого человека, и это страшно, то есть, страшно быть у ног Христа и превратиться в Иуду, страшно в конечном итоге, я не говорю, я не знаю, это и в жизни может быть, какой суд Божий, но сам факт, да, смерти такой, когда без причастий, без исповеди, без человека умирает, это большая трагедия для нас христиан, да, но эта трагедия, она имеет свои причины в нашей жизни, в наших поступках, то, как мы относимся к своим соседям, к семье, это показатель нашей жизни, это латность в свою бумажку, именно наши отношения с нашими близкими людьми, это важнейшее поле деятельности для нас христиан, да, ну, наверное, закончим, да, тогда, если, ну, спасибо вам тоже за внимание, помоги Господь и вам тоже, и воспитание детей, и внуков, вот, ну, и побольше, помните, что, наверное, всем нам не хватает любви, мы всегда кого-то недолюбили в жизни, то есть, вот, с этим вы уж точно не ошибетесь, спасибо вам сейчас, что нам еще сказать, нет, Продолжение следует...